Декабрь 1980-го. Чрезвычайное происшествие в Москве. В канун Нового года пропал офицер госбезопасности Вячеслав Афанасьев. О его исчезновении докладывают министру внутренних дел Щелокову и главе КГБ Андропову. Кто мог охотиться на комитетчика, владеющего сверхсекретной информацией? Следственная оперативная группа, в которую вошли лучшие следователи двух ведомств, очень скоро выяснила страшную правду. Вечером 26 декабря Афанасьевым заинтересовался линейный патруль. Мужчина был пьян. В этот день он в небольшом кругу друзей отмечал свое сорокалетие. Его доставили в отделение милиции на станции метро Ждановская, сейчас это Выхина, и начали методично избивать. Милиционеры позарились на содержимое портфеля, дефицитную колбасу и бутылку хорошего коньяка. Удостоверение чекиста, охранную грамоту от любых проверок, они заметили слишком поздно и решили замести следы собственного преступления. Афанасьева добили арматурой, а его тело выбросили в районе подмосковного поселка Пихорка. Дело Афанасьева не только продемонстрировало неприглядный облик советской милиции, оно стало точкой взрыва в давнем противостоянии двух ведомств, на которых держался порядок в стране, КГБ и МВД, и двух начальников их возглавлявших, Юрия Андропова и Николая Щелокова. Они появились в Кремле почти одновременно. Щелоков стал министром в 66-м, Андропов получил назначение в 67-м. Для молодого генсека Брежнева это было время аппаратной борьбы. Противников он устраняет, а на ключевые посты расставляет преданных себе людей. Андропов и Щелоков – это две полярных личности. Притягиваться они не могли, утверждает специалист в области политической психологии Николай Рокетянский. Андропов был человеком такого аскетического склада, он всего себя отдавал работе. И, конечно же, если, допустим, я аскет, то я смотрю на людей и выбираю себе подобных, и я им симпатизирую, да? Это естественно. А, скажем, Щелоков, он все-таки был больше сиборитом. Щелоков, земляк Брежнева, они оба из Днепропетровской области Украины. Отцы работали в металлургии, в итоге и Николай, и Леонид пошли по их стопам. Вместе воевали, в разное время сделали карьеру сначала на Украине, потом в Молдавии. Он открытый. Это типа Брежнева. Они не зря были с ним похожи, они дружили друг с другом. Они люди понебратские. Если они с кем-то, кто-то им нравится, то они допускают этого человека до себя, могут открыться перед ним. Андропов – человек совсем другого склада. Осторожный, недоверчивый. Ему было что скрывать. С первой женой, Ниной Янгалычевой, развелся. Старший сын от этого брака, Владимир, дважды сидел за кражей. Он, как очень закрытый человек, у него крайне мало было фотографий. И в основном это фотографии, что называется, официозные. Встречает в аэропорту или провожает кого-то из руководителей на каком-то торжественном приеме, где-то выступает с докладом с речью. А вот чтобы фотографии более живые, более… Этого у нас, во всяком случае, в архиве практически нет. Личный фонд Андропова – один из самых скудных. Долгое время он был засекречен, и только к столетию со дня рождения были собраны документы из разных архивов, которые проливают свет на подлинную историю его жизни. В метрике Андропов фигурирует под двойным именем Юрий Григорий. Возможно, так захотела лютеранская семья, в которой воспитывалась его мать. В более поздних документах Андропов значится то Юрием, то Григорием, и только с 30-х годов прошлого века путаница прекратилась. Интереснейшее свидетельство – автобиография. Написано его, естественно, личной рукой, собственным почерком, где он рассказывает о том, из какой семьи он вышел, кем были его отец, мать. Отец-железнодорожник умер от тифа, мать скиталась по кавказским станицам – Набудская, Беслан, Моздок. Щелоков все-таки родился, воспитывался в полной семье. А Андропов, когда ему было 5 лет, он остался без отца, и мама уехала в Осетию. Но что интересно, что в отличие от семьи Щелоковых, у Андропова мама была человеком, по тем временам, видимо, очень культурным, и все-таки она занималась и музыкой, и она получила хорошее воспитание. Затем мать вышла замуж повторно, но отношения с отчимом у Юрия не сложились. 16-летний подросток поступает в Рыбинский техникум водного транспорта, подальше от Моздока. Любопытно, что среднее специальное образование было фактически единственным у Андропова. Андропов не имел систематического образования. Горький тоже не проходил университетов. Таких людей много. Но это были высоко самообразованные люди. И Андропов был вот таким высоко самообразованным человеком. Вступление в коммунистическую партию в 1939-м – первый серьезный карьерный успех. На войне Андропов не был. Диабет – плохое зрение. Болезнь почек он заработал в сырых карельских лесах. На незанятой фашистами части Карелы Финской Республики Юрий возглавлял комсомольскую организацию и руководил партизанским подпольем из прифронтового города Сегежи. У него было поражение почек. Одна почка полностью вышла из-за работы. Где, как, он говорит, ну как. Вот я мальчишкой почти был молодым тогда. Вот. А был в Карелии, где-то в партизанском отряде. За организацию партизанского подполья в этих краях Андропов был награжден орденом Красного Знамени. После войны он продолжал делать успехи по партийной линии, и в 1951 году его пригласили в Москву заниматься в секретариате ЦК делами Северо-Запада СССР. К середине 60-х это уже подбор и расстановка партийных кадров в соцстранах от Северной Кореи до Восточной Германии. И, наконец, следующий шаг в карьере. Назначение Брежневым шефом КГБ. Его фигура была предопределена многими обстоятельствами. Для КГБ большое значение имело международную жизнь и способность человека разобраться в этих вопросах. С другой стороны, я думаю, что произошел определенный сговор. Этот сговор, который мог быть у Брежнева с Андроповым, состоял в том, что беспрекословная работа на личность Брежнева. Щелоков был вторым секретарем ЦК Молдавии, когда Брежнев пригласил его в столицу возглавить Министерство охраны общественного порядка. Так в те годы называлось МВД СССР. 16 лет возглавлял промышленность Молдавии тяжелую. Создал 600 предприятий, еще много сделал. Жена Щелокова, Светлана Владимировна, ехать в Москву категорически не хотела. Даже плакала. Она сокрушалась. Сфера ответственности для мужа совсем неизвестная. Как потом окажется, предчувствия ее не обманули. Андропову достался более выгодный старт, чем Щелокову. В советской иерархии силовых структур КГБ традиционно занимал ведущее место. КГБ всегда как бы вот был в авангарде. В авангарде вот этих силовых ведомств КГБ. Потом шло Министерство обороны, проблема войны с Западом. Вот поэтому на втором месте это ведомство было. И на третьем уже с далеким-далеким отставанием Министерства внутренних дел. Вместе с министерским портфелем Николай Нисьмович получил ворох проблем. При Хрущеве в милиции прошла большая чистка. Увольняли людей сталинского призыва. Их место занимали комсомольские активисты, вчерашние рабочие. Хрущев дошел до того, что даже стал высказываться в таком духе. Скоро народные дружинники заменят милицию. Вместе с милицией следят за порядком народные дружинники. Никита Сергеевич Хрущев действительно верил в то, что говорил, что мы в 1980 году, в 1980 году покажем по телевизору последнего преступника. И под эту концепцию он рушил. Хрущев разрушил Министерство внутренних дел. Он разрушил вообще как ведомство. В стране начался разгул преступности. Реформа милиции была необходима и срочно. Но прежде чем с головой окунуться в работу, новый министр решил заручиться поддержкой руководства по вопросу, который он считал ключевым. Когда была беседа у Леонида Ильича, и когда ему предложили пост министра внутренних дел, Николай Ильич сразу поставил вопрос, что комитет госбезопасности подразделением милиции присутствовать не будет. Леонид Ильич сказал, да, так. Как вы просите, так и будет. Почему Щелоков искал защиты от КГБ? Предвидел происки со стороны конкурирующего ведомства? А может быть, уже тогда видел в Андропове будущего противника? С самого начала Щелоков попытался уравнять ведомство в правах. Вот один из ярких примеров. Охрану Центрального комитета партии на Старой площади традиционно несли сотрудники 9-го управления КГБ. Но Щелоков раскопал ленинский декрет, по которому чекисты охраняют здание совместно с милиционерами, и показал его Брежневу. Так в 1969 году на объекте номер 1 произошла мини-революция. Охрана здания ЦК перестала быть привилегией чекистов. А трубку, конечно, это не понравилось. Для него это был, так сказать, удар. Исследователи Брежневской эпохи выяснят, что Леонид Ильич сознательно создавал напряженность в отношениях между силовыми структурами, чтобы исключить концентрацию власти в руках одного из ведомств. Не без участия Щелокова в 1972 году был смещен глава Грузии Василий Мжаванадзе. Он был обвинен в коррупции министром внутренних дел Эдуардом Шаварнадзе. Именно милиция занималась разоблачениями в Грузии. Кто борется с коррупцией в регионе, тот обычно влияет на смену власти, на назначение людей. Этим занимался Щелоков. Тот пишет докладную, аналитическую статью, что там произошло. Они напрямую к Леониду Ильичу с этими документами. Шаварнадзе и Николай Низмич. Шаварнадзе сняли. Но Леонид Ильич Андропову сказал, вот это надо мне было узнавать от тебя, от госбезопасности, а не от Щелока, от милиции. Освободившееся место первого секретаря ЦК Грузии занял Эдуард Шаварнадзе. Это означало, что Щелоков настолько влиятелен, что может сменить руководство целой республики. Обычно такими делами с одобрением политбюро занималось ведомство Андропова. Андропов в виде, что Щелоков все-таки как-то влияет на Леонида Ильича и может решать без него какие-то вопросы, в свое время издает секретный приказ собирать досье на работников милиции. Но мы узнали об этом. Пока милицейскому начальнику опасаться нечего. Для своих подопечных он делает много хорошего. Повышает личному составу зарплату, строит жилье. Практически ни сотрудники органов внутренних дел, ни военнослужащих внутренних войск никогда не получали бесплатного жилья. Было издано постановление ЦК КПСС и Совета Министров, по которому 10% строящегося в стране жилья передавалось в органы внутренних дел и внутренние войска. Впервые у людей появилась возможность получить квартиру и жить в человеческих условиях. Это заслуга только Щелокова. Как грибы растут новые школы милиции. Открывается 17 вузов по всей стране и знаменитая Академия МВД, в то время как за все предыдущие 50 лет был создан только один подобный вуз. Он первоначально сыграл большую положительную роль в упорядоченной деятельности милиции. Как человек с хорошими деловыми качествами, пришедший из периферии и желающий внести порядок в то, что он видел снизу, как происходят какие безобразия в Москве. Щелокова сгубила любовь к искусству и роскоши. Муслим Магомаев. Для поднятия престижа советской милиции министр привлекает художников, писателей, режиссеров, композиторов. А концерт «Ко дню милиции» по популярности соперничает с «Голубым огоньком». Концерт 10 ноября на «День милиции», как мы его привыкли называть, это инициатива Щелокова. Лучшие актеры, лучшие артисты, они считали за честь быть включенными в этот праздничный концерт. И страна с нетерпением ждала этих концертов. И вот уже с мастерами искусств Щелоков на короткой ноге. Он любил вот эти вот компании, он любил встречи роскошные с деятелями искусства, какие-то вещи произносить. Они там встречались, он там анекдоты какие-то рассказывал. Особые отношения у Щелокова и его жены были со знаменитой семейной парой, солисткой Большого театра Галины Вишневской и виолончелистом Мстиславом Ростроповичем. Министр был в курсе, что у артистов на даче в Ильинском живет диссидент и автор крамольного архипелага «ГУЛАГ» Александр Солженицын и даже по-приятельски его навещает. Об этом докладывают Андропову. Для борьбы с инакомыслием и диссидентским движением он создал в КГБ Пятое управление – идеологическое. Вскоре Вишневскую и Ростроповича лишают концертов и заграничных туров. В пику шефу КГБ Щелоков пробивает для оперной примы орден Ленина. И он понимал, что такое лишить, допустим, художника, пера, его музыкального таланта и кисти – это для него трагедия, для этого человека. Николай Ильич был очень добрым и так по-отечески заботлив о талантах. Какими мотивами была продиктована забота об опальных деятелях искусств? Желанием искренне их поддержать или позлить своего оппонента? Большинство считало, что фаворит Брежнева проверяет границы дозволенного. В 1971 году Щелоков даже пишет руководству письмо в защиту писателя. После выдвижения Солженицына на Нобелевскую премию по литературе речь зашла о его высылке на Запад. Этот демарш закончится для министра МВД проработкой в ЦК, а в дальнейшем помешает политической карьере. Брежнев пытался сделать Щелокова членом политбюро и ставил этот вопрос на политбюро. Когда Андропова сделал членом политбюро в 1973 году, он хотел и Щелокова сделать. Так вот, политбюро проголосовало против. У Юрия Андропова были свои отношения с искусством. В начале своей карьеры в КГБ он был большим театралом, но со временем от посещения театров отказался. В начале он ходил, потом из-за того, что он все время ходил с охраной, он сказал, я себя неудобно чувствую. Сзади впереди меня охрана, и я как будто в клетке. И перестал ходить. А так любил театр. Читал все новые пьесы. Знал, в каком театре что идет. Дома в кругу семьи он любил слушать музыку, пел и баловался стихами. Да, он писал стихи неплохие, с иронией, с добрыми какими-то настроениями. Сбрехнул какой-то лиходей, как будто портит власть людей. О том все умники твердят, с тех пор уж много лет подряд, не замечая, вот напасть, что чаще люди портят власть. Стихи как будто адресованы Николаю Анисимовичу Щелокову. В окружении министра внутренних дел все громче звучат слухи о его большой страсти к предметам роскоши и редким произведениям искусства. В 84-м году оперативники, делавшие обыск в квартире Щелокова, признаются, такое количество антикварных вещей можно было увидеть разве что в музее. Выяснится, что у Щелокова был довольно своеобразный метод коллекционирования. Просто указывал пальцем на те вещи, которые ему нравились, и распоряжался об отправке в Москву. Часть вещей были у него, например, знаменитая картина Айвазовского из армянской, ереванской картины и галереи. Такой наиболее известный, скандальный факт, который он не смог скрыть. Ну, а деталей там, ну, там много чего было. Таким же незамысловатым образом у Щелокова появился парк машин «Мерседес». Накануне Олимпиады в Москве западно-германский концерн передал в Дар МВД несколько автомобилей для обеспечения безопасности на дорогах. После соревнований они будут переписаны на родственников Щелокова. Щелоков, конечно, видел, что если хозяин берет «Мерседес», то почему бы ему не взять чего-нибудь тоже? Поглядывал в сторону. А можно, значит, можно. Он был в должности более чем полтора десятка лет. А подарки ведь, знаете что, их тоже по разным макивам. Кто-то искренне, а кто-то и с какой-то целью. Конечно же, все это рано или поздно деформирует человека. Это для сравнения видеосъемка квартиры Андропова на Можайском шоссе. В 90-е этот участок будет переименован в Кутузовский проспект. От пола до потолка – одни книги. Почему же он никогда не позволял себе ничего лишнего? В глазах Андропова любовь к роскоши и поклонения деньгам подрывали социалистический уклад в стране, утверждает личный помощник Андропова. Зачем хорошо работать? Либо где-то взять и прикарманить. Вот этого боялся все время Андропов. Не самого, так сказать, вот факта, что кто-то что-то приобрел, а то, что это разъедает социализм веру людей и сам социализм разъедает. Близко знавший Андропова Валентин Александров объясняет по-своему. В семье Юрия Владимировича был культ праведного труда. Если человек заранее поставил себя в такие рамки, что воровать грешно, то ему не нужно себя держать. Он просто... Это составляет суть его натуры. Вот и все. Это же так просто. Возможно, истинная причина была в другом. Андропов вел безупречный образ жизни и поэтому был почти неуязвим для врагов. Когда в конце 70-х борьба за высшую государственную должность обострилась, Щелоков постоянно предпринимал отчаянные попытки очернить шефа КГБ. Он понимал, что при новом назначении Андропова ему не сдобровать. Ветераны МВД вспоминают, что где-то 1981 год против Андропова они пытались нарядить компромат, обвинив его в шпионаже. В том смысле, что он не шпион, а то, что он допустил ситуацию до такой степени, что в высших руководящих органах советской системы появились шпионы западные. В год 70-летнего юбилея на Щелоково посыпались высокие правительственные награды. Это был ноябрь 80-го года. А уже через месяц произошло скандальное убийство Наждановской. И это было только началом фатальных для Щелокова событий. 11 декабря 81-го года. В своей квартире на Кутузовском проспекте выстрелом в затылок убита Зоя Федорова, знаменитая советская киноактриса, лауреат двух сталинских премий. Для расследования громкого убийства создается бригада следователей московского угрозыска. В нее входят и представители КГБ. На Лубянке повышенный интерес вызывают связи Федоровой с так называемой бриллиантовой мафией – криминальным бизнесом по скупке и перепродаже драгоценных камней. Бриллиантовая мафия – это глубоко законспирированная организация, может быть, даже не совсем организация, а какая-то группа лиц, которые этим промышляли. А там была и Зоя Федорова, там были и многие другие известные в стране люди. Не доверяя милицейской экспертизе, чекисты даже проведут эксгумацию тела убитой. Но расследованию это не поможет, оно зайдет в тупик. В наше время никто бы никогда не дал возможности этого расследовать. Я помню, когда я обсчитал, что у меня есть реальные шансы раскрыть убийство Федора, мне просто дали по рукам, на этом все закончилось. В чем же причина? В делах бриллиантовой мафии были замешаны слишком важные персоны. По слухам, ниточки тянулись к дочери генсека – Галине Брежневой, известной любительнице украшений и, между прочим, близкой подруге Зое Федорову. Существовала версия и о причастности к убийству самого министра Щелокова, которому якобы приглянулось редкое колье из коллекции Федоровой. Эти догадки обнародовал писатель Юрий Нагибин в своем рассказе «Афанасич». Афанасич вынул драгоценность, выследившую ему глаза своим блеском, и пожарил в ящике в поисках футляра, но его не оказалось. Вот непутевое, покачал головой. Он опустил драгоценность в карман пиджака, подобрал пулю, принес из кухни мокрую тряпку и тщательно вытер все предметы, на которых могли остаться его следы. Спустя три недели после убийства Зои Федоровой было совершено еще одно дерзкое преступление. Кто-то похитил коллекцию украшений из квартиры Ирины Бугримовой, прославленной дрессировщицы. На этот раз следствие вело КГБ, и в деле быстро появились фигуранты. Одним из них оказался артист цыганского театра «Ромэн» Борис Буряце, любовник Галины Брежневой. Пикантность ситуации была в том, что супругом Брежневой в тот момент был заместитель Щелокова Юрий Чурбанов, в скором будущем фигурант самого крупного коррупционного скандала в СССР – хлопкового дела. О ходе расследования Андропов докладывал генсеку лично. И рассказал ему, вот так и так обстоит дело, что будем делать. Тут, конечно, расстроился, печальный был, но сказал, ну, введите дело правильно, надо исправлять. Вот найди сейчас у нас какой-нибудь зам, который шефу про его ребенка расскажет такое. А Юрий Владимирович считал, что это интересы государства страдают, а не просто личные Брежнева. Андропов получил от Брежнева полный карт-бланш на разработку связи дочери. Первой в списке значилась никто иная, как Светлана Щелокова, жена министра внутренних дел, еще одна любительница бриллиантов. В сентябрьским утром 1982 года Щелоков является к Брежневу не в кремлевский кабинет, как обычно, а домой. В квартиру на Кутузовском проспекте, благо они живут в одном подъезде. Неотложный разговор длится больше трех часов. Какие вопросы государственной важности обсуждали руководители? Щелоков просил у Брежнева, давайте арестуем Андропова. Он что-то закусил у дела, он рвется к власти и так далее. Это опасный человек. И якобы Брежнев соглашается, и они пытаются тремя группами спецназа блокировать Андропова, арестовать его. Об этой истории впервые уже в перестройку рассказал журналист, популярный писатель-детективщик Юлиан Семенов. По сигналу Щелокова с подмосковной базы выехали три спецгруппы особого подразделения МВД. На Лубянку, к Старой площади и к Доману, Кутузовском проспекте. Но руководитель одной из групп перед выездом успел сообщить об операции в КГБ. Чекисты действовали молниеносно. До цели удалось добраться лишь той милицейской группе, что направлялась на Кутузовский проспект. Остальные были блокированы. Там, в элитном районе, завязалась перестрелка между подчиненными Щелокова и охраной Андропова. Обошлось без жертв, но, как утверждали, было 9 раненых. Операция Щелокова провалилась. С момента вооруженной схватки между КГБ и МВД его участь была предрешена. Впрочем, достоверность этих событий до сих пор не подтверждена. Я, во всяком случае, не встречал мемористики, чтобы люди, которые участвовали в этой операции, конкретно сказали, да, мы там в 2 часа дня, как это вот написано в этой истории, блокировали на проспекте Мира 10 машин спецназа МВД, которые ехали в сторону Лубянки или Старой площади, чтобы арестовать Андропова. Хотя в этой операции участвовало несколько сот человек. Бесспорно одно. Брежнев стал опасаться Андропова из-за расследования, которое глава КГБ затеял в отношении его дочери. Но предпринять Леонид Ильич уже ничего не сможет. 10 ноября 1982 года традиционный концерт ко дню милиции отменен. Скончался Леонид Брежнев. На внеочередном пленуме ЦК КПСС генеральным секретарем избран Юрий Андропов. Когда Андропов станет генсеком, Галина Брежнева фактически окажется под домашним арестом, а ее последняя любовь, фигурант бриллиантового дела Борис Буряце, будет осужден на 5 лет. Жена Николая Щелокова восприняла назначение Андропова как трагедию. Она была женщина, острочувствующая, и она сразу сказала своему помощнику, теперь нам конец, и вам тоже. Слова Светланы Щелоковой окажутся пророческими. Андропов с первых дней на самой вершине власти начнет борьбу с коррупцией и достанет давно припрятанные козыри против своих противников. За год правления Андропов сменит 18 министров, инициирует переизбрание 37 первых секретарей обкомов. Газеты ежедневно будут выходить с новыми статьями о чиновниках-коррупционерах. Но первыми в прессу будут слиты засекреченные материалы о темных делах московской милиции. Вот в одной записке генерального прокурора, Михаил Черегунков, ЦК КПСС. Там была забита такая фраза, что сотрудники московской милиции совершали в день преступлений больше, чем они ее раскрывали. Кумовство, воровство, приписки. Все это в отчине Щелокова, как следовало из материалов прокуратуры, цвело пышным цветом и оставалось безнаказанным. Мне пришлось видеть документы, изъятые из сейфа Щелокова. Значит, там, допустим, пишет рапорт работник милиции, или пишет какая-то гражданка о тех злоупотреблениях, которые творятся в Москве в отношении партийных работников. Виза для сведения. Он не пускал эти материалы в дело, а дал установку. Если поступают какие-то данные, необходимо не фиксировать, не давать ход, а лично докладывать только ему, Щелокову. Вот этот нарыв, он уже назревал. Нарыв, связанный с массовым укрытием преступлений, и в том, когда все это шло по нарастающей. Когда сотрудники милиции совершали уже тяжкие, особо тяжкие преступления, и тем не менее их постоянно уводили от уголовной ответственности. Но самый скандальный эпизод – убийство майора КГБ Вячеслава Афанасьева на Ждановской, совершенное пьяными милиционерами в декабре 80-го. Суд по нему проходил по просьбе Щелокова в закрытом режиме. Теперь настало время сорвать маски. Андропов за это дело ухватился, потому что это удобный шанс, значит, скомпрометировать собственного, так сказать, противника. Хотя Щелоков к этому отношению, если так брать, не имел к этому убийству. Приговор суда был предан огласке. Четверо убийц получили высшую меру, их руководство – длительные сроки. Убийство на Ждановской – это была уже как какая-то квинтестенция, потому что, во-первых, по этому делу дело не в одном, ведь убийство Афанасьева, которое мы раскрыли. А там было параллельно раскрыт целый ряд убийств, совершенных работниками милиции, других изнасилований, особо тяжких преступлений. Заведены тома уголовных дел, руководители лишатся своих постов, и главное – полетит голова Николая Щелокова. Человека, который в должности министра внутренних дел провел рекордный для России срок – 16 лет. Был фаворитом Брежнева, казался непотопляемым. Щелоков был креатурой Брежнева. А если у меня есть высокопоставленный друг, то, естественно, я тоже что-то на этом приобретаю, и при этом я обязательно что-то на этом и теряю. Я уже не так осмотрителен, я не так бдителен, я уже надеюсь, что в какую-то трудную минуту меня выручат, а патрон умирает, и я теряюсь, и я не знаю, что делать. 17 декабря 1982 года. Громкая отставка. Генсек Андропов освобождает Щелокова от министерской должности. Когда Щелокова отправили в отставку, было возбуждено уголовное дело о злоупотреблениях в хозяйственном управлении МВД, которым занималась военная прокуратура. И плюс этим занималась МВД, и КГБ, вообще все спецслужбы, все силы, они навалились вот на это дело. В деле более 800 эпизодов. Число обвиняемых растет. По всей стране в милиции начинаются чистки. Но больше всех достается Щелокову. В материалах следствия – выпиющие факты его персональных злоупотреблений. Следователи выясняют. В мае 79-го в личную коллекцию Щелокова ушли антикварные ценности на сумму 248 тысяч рублей. Все они проходили как вещдоки по уголовному делу одного из валютчиков. Иногда в отдельных случаях это было под видом совершения преступления. То есть кража совершается, человек взял два магнитофона, взял деньги, ушел, потом забирает тот, кому нужна какую-то уникальную вещь, и она уходит туда, куда нужно. А несовершеннолетнего или этого ворюгу находят. А то, что он не может сказать, куда делась, картина Айвазовского или Репина или еще кого-то. Вот, ну, он и говорит, я не знаю, где она. Щелоков ежедневно ходит на допросы в прокуратуру. Само его имя становится символом коррупции. Честь мундира запятнана. В Центральном музее МВД мне рассказывали, что там все, что связано с Щелоком, там сложили большой костер, и все это сожгли, все фотографии, понимаете, там они стирали надписи дарственные с мраморных и металлических поверхностей, вот сидели, люди вот этим занимались. Февраль 83-го. Западные газеты выходят с сенсационными заголовками. На Юрия Андропова совершено покушение. В него стреляла жена бывшего министра Николая Щелокова, Светлана. Ну, стреляли там, может быть, я не знаю. Вот, но слух очень странный, он летелся не только по стране, но и по миру, потому что это публиковали западные газеты. Версию подхватят авторы-билетристы. А через два десятка лет неожиданно подтвердит Раиса Старостина, уборщица элитного дома на Кутузовском, в котором жили Андропова и Щелокова. Так был ли выстрел? За ответом мы обратились к Евгению Чазову, человеку, который в начале 80-х возглавлял знаменитое 4-е управление при Минздраве, личному врачу Юрия Андропова. Уж он-то наверняка знает правду. Ну, если бы стреляли, я бы знал. Я не могу говорить, что... Я говорю, что я не знаю. Было не было. Я хитрый. Ответ Евгения Чазова не добавляет ясности. Что скажет личный охранник Андропова Борис Клюйков? Это ложь, поскольку лифт, он один был. Ну, просто по нашей инструкции он бы не сел. Значит, мы ехали бы вместе с ним, несмотря на то, что там супруга Щелокова или кто еще. Если так, то кто и зачем придумал версию покушения? Естественно, рисуется образ каких-то озлобленных коррупционеров, отставленных от Щелокова. которые хотят отомстить Андропову за честность. В этой истории явно рано ставить точку. Но один факт в ней точно не подлежит сомнению. 19 февраля 83-го года Светлана Щелокова покончила жизнь самоубийством. По официальной версии, произошло это уже на даче Щелоковых в Серебряном бару. Светлана первой не выдержала гонений, которым подвергался ее муж. Сдали нервы. Судьба самого Щелокова решалась на плену МИЦК, который открылся в июне 83-го. Теперь, благодаря рассекреченным архивам, у нас в руках его стенограмма. Вопрос на повестке. Исключать ли бывшего министра из партии? 303 голоса за, один против. Голосование было тайным. Кто пытался протянуть Щелокову руку помощи, нам уже не узнать. В феврале 84-го страна похоронила Юрия Андропова. Последние месяцы его жизни – нескончаемые больницы, операции, медицинские процедуры. Но работа на государственном посту не прекращалась. Приезжали министры, помощники, привозили на подпись документы. Вспоминал ли перед смертью Андропов о Щелокове? Интересовался ли судьбой поверженного противника? При новом руководстве раскрученный маховик преследования продолжал работать по инерции. Уже дела были запущены на этих людей. Уже все это в производстве было. Уже все, многие видели, знали, документы были. Это безвыходное положение было. Вот та часть партийного аппарата, которая уцелела, она хотела откреститься от прошлого. Щелоков, Брежнев, вот мы это закончим, мы их там осудим, а мы уже обновленные, продолжаем дальше работать. В день милиции 10 ноября 1984 года советские газеты рассказали о том, что бывший министр МВД Николай Щелоков лишен звания генерала армии. Удары следовали один за другим. Обыск сотрудниками главной военной прокуратуры, исключение из партии, лишение всех государственных наград и звания Героя соцтруда. 13 декабря Щелоков надел генеральский мундир с орденами и выстрелил в висок. Дела Щелокова не было, сразу надо сказать. Было дело о злоупотреблении в хозяйственном управлении МВД, по которому Щелокова несколько раз допрашивали в качестве свидетеля. Если бы он был абсолютно уверен в своей невиновности, то, наверное, он этого бы не сделал. Значит, наверное, очень было мощное на него давление, раз он принял такое трагическое решение. Он сам привел в исполнение приговор и этим, по мнению большинства, признал свою вину, поставил точку. Щелокова спас слово от ареста только его самоубийство, к которому его подвели. А знаете, как медленно подводили, лишили всех, ну, сначала постепенно, первое, второе, третье, потом лишили боевых орденов, все время оттягивали его арест. Вот еще повремените, еще подождите, то есть элемент неожиданности, ареста, это элемент будущего успеха. Вот здесь все делай, чтобы Щелоков не был арестован. Смерть отставного министра многих устраивала больше, чем разбирательство его уголовного дела. Зачем тащить на публику факты, бросающие тень на все государство? Противостояние Николая Щелокова и Юрия Андропова стало последней битвой советской эпохи. Невидимой битвой, в которой перевес оказывался не на стороне силы, а на стороне хитрости и осмотрительности. Вскоре страна вступит в другой виток истории. Последуют новые вызовы и новые поединки. Но они будут вестись совсем по другим правилам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok